Вот это очень хорошее мы сделали в прошлый раз ролик, потому что именно думать о будущем, именно думать о хорошем, но мы не можем, когда нам плохо, поэтому надо сначала снять свое плохое состояние, выйти на хорошее состояние и тогда легко можно фантазировать, что же надо придумать, как нам жить лучше. Да, причем воображать в деталях, просто представлять, что будет, куда люди будут идти работать, чем они будут заниматься, как они будут воспитывать детей. Вот, например, я пытаюсь сейчас об этом подумать, а мне плохие мысли в голову лезут. Да. Правильно, потому что у меня доминанта вот от напряжения, а я сначала выйду на хорошее состояние и потом легко думаю, да. Поэтому пользуйтесь упражнением «Волна», например, чтобы думать о хорошем. И на основе волны решайте свои нерешаемые вопросы. И вы заметите, что у вас появляется понимание, как их лучше решить. Да, Маша? Да. Слушай, так здорово. Вот ты приехал, и мы уже два ролика сделали, люди посмотрят и сразу поймут, как же все-таки ключом пользоваться. А это очень здорово. А вопросы напишут, если что непонятно, пишите, друзья. Еще раз хочу сказать, что настолько удачным получился ролик, который называется «Целебный ролик», потому что он очень важен и для новичков, и для тех, кто просто делал, 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 потом перестал, и вот чтобы вернуться, и опять начать это делать регулярно. И есть несколько методик, чтобы не искать по всем роликам все. Вот я очень часто людям, которым я первый раз рассказываю про ключ, как раз даю ссылку, потому что понятно, что очень трудно найти среди тысячи роликов те, которые действительно надо посмотреть, чтобы понять, что к чему. Поэтому очень хорошо, что получился такой ролик с таким заметным названием «Целебный ролик». Именно «Целебный ролик», а потом создавать образ будущего в детстве. И тогда жизнь наша улучшается. До встречи, друзья.